Распорядок дня барона Карла Фридриха Иеронима фон Мюнхгаузена на 30 мая 1776 года. Любопытно. Весьма. Подъем. 6 часов утра. Не наказуем. Ну, знаете ли. Нет, я понимаю, что вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но не наказуем. Дальше, дальше, Генри. 7 часов утра. Разгон облаков. Установление хорошей погоды. Что вы на это скажете? Извините, позвольте взглянуть. Действительно, разгон облаков. И сегодня, как назло, совершенно чистое небо. Вы хотите сказать, что это его заслуга, да? Я ничего не хочу сказать, Феофил. Я просто отмечаю, что сегодня великолепный день. У меня нет оснований утверждать, что он разогнал облака. Ну, и говорит, что он не разогнал облака. Значит, противоречит тому, что видит. Мама. Мама. С 8 до 10 подвиг. Как это понимать? Вот так и понимаете, что с 8 до 10 у него запланирован подвиг. Ну, и что вы скажете о человеке, который отправляется ежедневно на подвиг, как на службу? Я сам слышу с ударами. Каждое утро к 9 мне надо идти в магистрат. Я не скажу, что это подвиг, но что-то героическое в этом есть. Вы издеваетесь. Баронесса, я просто стараюсь сохранить объективность. Да к черту вашу объективность. Да молчите вы. Успокойтесь, господа, успокойтесь. Мы дошли до очень интересного пункта. Посмотрим, что вы на это скажете, господин бургомистр. В 16.00 война с Англией. Господи, чем ему Англия-то не угодила? Один человек объявляет войну целому государству. Это нормально? Нет. Вот это уже нечто. Вот это, пожалуй, можно рассматривать как нарушение общественного порядка. Наконец. А назначен бургомистов, чтобы в городе был порядок. И в городе будет порядок, господа. Я обещаю вам, война это не шутки. Война есть война. Обещаю, если это так, барон будет строго наказан. Слава Богу и вас не выдержали нервы. Добрый день, господа. Здравствуй, Кабина. О, господин Рампо. Здравствуй, сын. Вы позвали меня помолчать? Это я пригласил вас, дорогой Карл. Вы знаете, мне тут сообщили довольно странное известие. Я право, даже не знаю, как вам сказать. Ну, будто бы вы объявили войну Англии. Ну, пока еще нет. Война с Англией начнется в четыре часа, если Англия не выполнит условия ультиматума. Ультиматума? Я буду делать американскими колонистами и признать их независимость. Слог ультиматума стекает в 16.00. Если мои условия не будут приняты, я начну войну. А интересно, как это будет выглядеть? Вы что, станете отсюда палить по ним из ружья или пойдете в рукопашную? Методы ведения кампании – военные тайны. Я не собираюсь разглашать, тем более в присутствии штатства. Так, я считаю, далее бессмысленным продолжать этот бесплодный разговор. Господин барон, послав ультиматум, вы тем самым перешли всяческие границы. Война – это не покер. Ну, нельзя ее объявлять, когда вздумается. Фельдфебель, вы арестованы, господин барон. Фельдфебель, примите у барона шпагу. Господин барон, вы просили вечернюю газету. Ну-ка! Англия признала независимость Америки. Без десяти четыре успели их счастья. Честь имею! Это немыслимо. Мы его отпустили. А что я мог? Но ведь это же чудовищное совпадение. Вы не бургомистр, вы тряпка. Сударь, не что вы от меня хотите? Англия сдалась! Рули исполнили.